Мастерство, посильное не каждой женщине, освоила героиня нашего следующего сюжета. В широко известном ауле оружейников в Дахадаевском районе живет Джавгорат Рабаданова. Она кует железо и изготавливает сабли со школьного возраста. И в этом, считает она, ничего удивительного. По преданиям самих арбукцев, они являются потомками кузнецов из войска Александра Македонского. Древняя традиция изготовления оружия продолжает жить. Алина Багилова убедилась в этом. Что вы думаете при слове «кузнец»? На ум приходят суровые мужчины в фартуках, кующие мечи для воинов разных мастей. А что, если кузнец не мужчина, а женщина? Найти женщину кузнеца – большая редкость, но только не в дагестанском селении Харбук. У жительницы села Джавгорат, потомственного кузнеца, день начинается не с привычных забот домохозяйки, а с литья и копки. Почти все женщины в ауле владеют кузнечным делом. Им призваний выбирать не пришлось, ведь мастерство в селе Харбук передается из поколения в поколение. Это вам не девичья комната, повсюду железо, закопченные стены и потолки, шум от которого болит голова и уши. Кузнечное дело Джавгорат освоила еще будучи школьницей. И вот уже на протяжении 40 лет ее любимая работа – ковка холодного оружия. Вот надо бить молотком, чтобы получилась вот такая форма. Так при помощи огня и простого железа рождается оружие, придавая куску твердого металла любую форму. В ковке главное рассчитать направление и силу удара молотом, ведь это требует многолетнего опыта и внимания. Визитная карточка Джавгорат – булатная сталь. Клинки изготавливаются по старинной технологии предков. Осилить такой ремесло сможет не каждая женщина. Изнеженный городским комфортом практически невозможно. Очень сложно. В среднем на одной изделий уходит неделя. Сначала куется сталь в кузнице, затем полученный клинок шлифуют в точильне 7-8 часов. Последняя стадия – ювелирная обработка. Композиция там бывает у меня. Разные квадратики, цветочки, пейзаж. Разные, разные бывают у меня. У Джавгорат можно заказать любое оружие из кованого металла. От простого карманного ножа до топора, саблей и мечей. Такие ножи носили наши женщины под платьем. Для самозащиты. Раньше нападали друг к другу, село там. У каждого человека три кинжала. Домашний кинжал всегда висел на стене. Домашний. Такой длинный кинжал был. Ну, вот такой длинный кинжал был, который постоянно висел на этом ковре. А другой кинжал был, на поясе носил, праздничный. А третий – резали барашку, корову, вот такие маленькие, всегда носили. Это зульпукар. Это сделано наподобие нашего пророка. Жители села Харбук смогли сберечь народные промыслы, традиции села, тем самым сохраняя культурное достояние нации и передавая его будущим поколениям. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, Саид Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.